всем привет канал из москвы в израиль мы путешествуем по северу как мы говорили уже мы наконец начали выбираться из спячки и смотреть потому что весна и природа особенно северные это просто чудно и чудеса у нас сейчас будет много роликов про север и куда можно съездить один уже вышел это про крепость нимрод смотрите она очень интересная и нам полюбился тут один кибуз вот анюта первый раз здесь оказалась одна без нас когда ездила на экскурсию на херман тоже смотрите у нас есть видео в потом она повезла нас крепости нимрод мы посмотрели мы сюда заезжали у нас тоже есть чуть-чуть видео про этот кибуца кибуц называется дафна вот популярен он очень популярен тем что экскурсии сюда водят на некоторые объекты сейчас мы вам про них все расскажем вот но здесь есть много всего интересного другого которого мало кто рассказывает мало кто показывает поэтому пойдемте мы вам сейчас расскажем про этот кибуц почему сюда стоит заехать и в том числе если вы путешествуете по северу вы можете завернуть сюда и получить массу удовольствия какого мы сейчас вам расскажем пойдемте вот еще одна точка смотрите этого кибуца это назовем ее так малавия малавибайт называется вот здесь продается вот такая чудесная штучка очень вкусно мы показывали в одной из друзских деревень мы были где продаются пельмени смотрите у нас есть ролик там можно взять в том числе вот такого штучку пойдемте вам покажу как это готовится вот такая маленькая чудесная вещь продаются носки если здесь музыка но и фиг с ней не будем им такое мороженое продается натуральная вот продавайте майка такая сделана велосипед мерч да вот а с этой стороны с этой стороны получается это если классическую мы собираемся брать здесь вот цены видите 12 шекелей получается малая вот такая порция как я вам показал ну и кофе по 7-10 так что будете в этом кибуца заходите нужно и вот такие добавки можно такие добавки можно взять это кокос это орехи это типа печенье и соответственно такая же штучка как на из меда сделано для кнафы на это делают вот ну и все остальное такой маленький уютный уголок заходите обязательно кушайте недорого и очень вкусно пойдете покажем да пойдете покажем то что есть еще здесь в этом кибуца ну все я себе взяла такую вкусную штучку который только что рассказал denis мы пьяли правда уже беру повторно потому что мы сначала все взяли себе по каждой слопали за столиком причем это столик мы уже с вами моего уже вам показывали в видео про крепость немрод а мы как раз приехали здесь и перекусывали под пене попугаев вот вот за этим столиком мы и съели эти вот вкусные штучки а потом я уходя облизнулась и спросил хочу ли я еще а я хочу еще и я сегодня попробовал вообще с новым вкусом то есть здесь вот интересно здесь есть четыре разных вкусов то есть есть классическая есть вот это называется фруктовая denis говорит что это черная смородина но мне кажется что это вишня потом есть к из кофе или с кофейным да с кофейным вкусом и есть шоколадным вкусом мочи сказать не попробую потому что мне нравится именно с фруктовым вот этим вот кисленьким привкусом а еще один из заметил интересную вещь смотрите как они работают они работают с 3 до 11 это когда пт это в будни с 3 часов до 11 а выходные работают с 10 до 6 так что в принципе сюда всегда можно попасть и попробовать до игры очень вкусненько прикольно и реально по ценам прям безумно дешево потому что кофеек 7 шекелей но это почти нигде не не бывает и вот эта штука всего 12 она достаточно малави малави всего 12 шекелей это тоже вкусненько и дешево дальше в этом кибуле вообще изначально мы познакомились я сюда ездила на фабрику шоколада вот она фабрика шоколада шульман вот один из меня переведет я покажу у нас есть отдельное видео про эту фабрику я там конкретно все показываю и не сюда возит на все экскурсии если вы будете ездить вместе с сырье вас обязательно привезут на вот эту вот фабрику шоколада а честно сказать шоколад мне не очень понравился потому что я люблю горький шоколад и мы как раз ним на эту тему разговаривали внутри почему у них нет натурального горького шоколада сказал что это невыгодно потому что видимо никто кроме меня горький шоколад не любит а я люблю горький поэтому единственно что из этого всего мне подошло это я купила кофейное зерна в шоколаде это действительно такой заряд бодрости с утра а один из просит большему вообще не покупать шоколад потому что он есть очень много сладкого поэтому здесь когда мы приезжаем с экскурсиями на шоколадной фабрике я хожу пойдемте покажу куда приехали мы сюда вот ради вот этого магазина потому что когда все идут на фабрику шоколада я иду вот в этот магазин я не знаю это чисто магазин или эта фабрика или они это делают самостоятельно здесь очень вкусные сыры и очень вкусная колбаска причем сыры брали очень многие мои знакомые сказали что они намного лучше чем в европе а колбаса действительно вкусно еще они здесь делают самостоятельно очень вкусные мясные супчики и различные сэндвичи и бутерброда сэндвичи не брала не знаю а супик действительно вкусный и здесь тоже кофеечек достаточно дешевый не помню сколько стоит но тоже вкусно здесь у них есть столики можно всегда посидеть колбаска кстати продается уже порезанная либо они вам могут порезать потому что здесь есть торик сейчас денис потом обратно покажет за которым мы как раз и сидели а здесь очень мило можно купить венцо вот это порезанная колбаска сыр уже тоже порезан кубиками и вы сидите пьете венцо под деревом летают зеленые попугаи и все очень романтично и красиво поэтому вот это место советую именно с этой точки зрения романтично а вот и наш любимый столик он здесь один мы здесь очень любим сидеть как я уже сказал с какими-нибудь вкусняшками из этих теперь уже трех заведений здесь всегда есть зеленые попугаи они летают чирику здесь свои какие-то семейки дерево в прошлый раз когда мы здесь были она была желтая желтыми листьями была действительно осень всего сейчас уже все весна листья зеленые а еще за нами ходит кот он здесь да вот такой вот кот с ошейником просто потрясающий он еще мяукает короче очень здешний хочет чесаться а вот туда если посмотрите вот туда вот там получается гора хермон так что можно сидеть как я уже сказал с бокальчиком вина сыром с колбаской и смотреть на хермон что очень романтично вот этим мы занимаемся в шаббат это был канал из москвы в израиль всем приятных выходных как всегда будьте счастливы пока-пока москвы